Всем привет, с вами Евгений. Я преподаю немецкий уже больше 10 лет, и, конечно, за это время накопился очень большой опыт работы с учениками. И в этом видео мне захотелось сделать небольшую подборку таких очень часто встречающихся ошибок, которые, конечно же, во многом продиктованы нашей логикой постояния языка, нашей грамматикой, именно русской. И я знаю вообще подобных видео на YouTube довольно много, где разные преподаватели говорят о типичных ошибках. Но мне кажется, что это видео будет уникальным, потому что для него я брал те ошибки, которые делают именно не новички, а те, кто уже такие продолжающие. То есть люди с уровнем B1, иногда даже с уровнем B2. Но, тем не менее, вот эти ошибки, они довольно часто банальные, довольно простые, их несложно исправить. Но, тем не менее, люди продолжают их совершать и на B1, и на B2. Поэтому, если вы вникнете в суть, почему люди эти ошибки делают, и в своей речи будете их избегать, будете говорить правильно, то вы уже очень сильно будете выделяться на общем фоне. В этом видео мы разберем с вами пять таких ошибок. Они не в каком-то определенном порядке, просто, скорее, в хаотичном. Но, тем не менее, каждая из этих ошибок, мне кажется, является очень такой прям вот важной, очень показательной. Ее очень здорово будет у вас из речи убрать. Если вам такой формат понравится, если он хорошо пойдет по просмотрам, то я обязательно сделаю продолжение. Ну, а сейчас давайте уже перейдем непосредственно к ошибке номер один. Очень часто люди делают ошибку на акузатив времени, временной акузатив. Это когда мы время выражаем без предлога, просто винительным падежом в немецком языке. И вот я, в общем-то, смог сформулировать, даже это больше так, из опыта, некое такое вот следующее правило. Если на вопрос когда мы отвечаем вместе со словами последний, например, в последний раз, или последний год, последняя неделя, этот, следующий, каждый, то обстоятельство времени вот с этими словами, оно в немецком языке всегда будет стоять в акузативе, в винительном падеже без предлога, несмотря на то, что по-русски это может быть совсем по-разному. У нас по-русски это тоже может быть без предлога, а может быть и с предлогом. И с предлогом довольно часто как раз бывает. Вот несколько очень-очень частых примеров, особенно вот на слово «раз» делают просто тонну ошибок, поэтому, пожалуйста, вот это прям выучите, что ли. «Летстесмаль» – «в последний раз», «дисмаль» – здесь вообще в одно слово пишется, «в этот раз», и «нэйкстес» или «нэйхстес» – это вот это вот как «х» все-таки по правилам надо читать, «нэйхстесмаль», хотя многие немцы читают «нэйкстес», как бы «цеха» перед «эс» превращается в «кэ», так тоже можно по аналогии со словом «ваксен», например, «расти», но тем не менее в стандарте, в словарях все-таки дается «нэйхстес», что там должен быть именно «сх» и «сх» – «лаут» вот этот, «нэйхстесмаль» – «в следующий раз». И то же самое с любыми другими существительными, которые обозначают какое-то время. Ну, вы знаете, например, что все сезоны, то есть зима, лето, осень, весна – они все мужского рода, поэтому, например, «прошлым летом» – «letzten Sommer», «прошлой зимой» – «letzten Winter», «letzten Herbst», «letzten Frühling». И вот здесь вот везде по окончанию «ен» мы можем видеть, что это у нас мужской род в винительный падеж. Ну, и с кучей других слов это тоже можно точно так же представить на этой неделе, на следующей, ой, я, кстати, простите, здесь неправильно написал «diese Woche» – «на этой неделе». «Нэйхстес» – «я» – «в следующем году». И то же самое со словом «каждый» – «jeden Tag», например, «каждый день». И здесь довольно простые, на самом деле, выражения, и довольно простые с этими выражениями можно сделать примеры, поэтому я их не стал писать, призываю вас написать как можно больше примеров со словом «последний», «этот», «следующий» и «каждый» в временном значении. Напишите их, пожалуйста, где-нибудь в комментарии, я обязательно прочитаю. Если где-то нужно будет исправить – исправлю. А еще буквально пару слов на эту тему. Есть, конечно же, ряд глаголов, которые просто взаимодействуют со временем напрямую через аккузатив. И это в немецком и русском языке не всегда, но часто функционирует более-менее похожим образом, поэтому ошибки довольно редко встречаются, но иногда тоже бывают. Вот я вам несколько примеров привел там, где у нас совпадает, и один пример, где не совпадает. «Я провел, например, все лето на даче». «Я провел что?» – «Все лето». Здесь у нас совпадает русский и немецкий. У нас винительный падеж. И здесь «Ich habe den ganzen Sommer auf der Datsche verbracht». Вполне можете использовать слово «die Datsche». Оно интегрировалось, в общем, более-менее в немецкий язык. Есть такое, можно сказать, немецкое слово. Конечно же, оно изначально русское. «Er ist bei uns eine Woche geblieben». А вот здесь немножко не совпадает. Мы говорим по-русски «Он остался у нас на неделю». На неделю. А по-немецки, как видите, без какого-либо предлога, просто аккузатив. «Er ist bei uns» – просто аккузатив. «Eine Woche» и глагол «bleiben». Потом в третьей форме «geblieben». «Jeden Tag muss ich viel lernen». «Каждый день мне нужно много учиться». «Jeden Tag» – винительный падеж. И каждый день вижу, кого что день. У нас по-русски тоже винительный падеж. Здесь совпадает. Следующий момент, где просто тонна ошибок делается, это со словом «половина». Точнее, пол чего-то. В русском языке мы часто говорим там «полгода», «полдня», «полчаса», «полурока» и так далее. И какие только способы ученики не изобретают, чтобы сказать что-то подобное и по-немецки. И почти всегда это звучит неправильно. Почему? Потому что в немецком языке нету такой, не знаю, приставки. Вот у нас полдня, полчаса, полгода более-менее как приставка, получается, функционирует. А в немецком языке ни в коем случае как приставка половина никогда не будет. В немецком языке слово «halb» вот это, это в первую очередь почти всегда это именно прилагательное. И на самом деле функционирует оно как самое стандартное, банальное прилагательное. Поэтому если вы в принципе с прилагательными на «ты» и более-менее умеете их употреблять, то вообще вот поллимона, полгода, полдня никаких проблем для вас составлять абсолютно не должно. Но люди вот часто забывают, что это чисто прилагательное, и поэтому лепят непонятно на что. А на самом деле полгода как-то будет. Ein halbes Jahr. Полдня. Да, тоже. Вот, например, der Tag. Поэтому будет ein halber, это в номинативе, естественно. Ein halber Tag. Здесь будет ER от слова «день», потому что по сильному склонению, ну, если вы с прилагательными, как я уже говорил, знаете, значит, как их склонять, то никаких проблем здесь у вас не будет. И полчаса, айна, халба, штунда. И вот, например, Ich habe mich einen halben Tag mit Deutsch beschäftigt. Я полдня занимался немецким. Простое предложение, простое. Но зачастую просто вот прям каждый, я не знаю, второй, у которого даже может быть там, ну, реально уверенный B2, не может сказать эту простую фразу «я полдня занимался немецким». Ich habe mich einen halben Tag mit Deutsch beschäftigt. Или можно сказать, ich habe einen halben Tag Deutsch gelernt. Абсолютно без разницы. Но самое главное – einen halben Tag. Именно так это нужно сказать. И еще один небольшой примерчик. In einem halben Jahr. То же самое, только вот на сдатив. Да, естественно, в падеже абсолютно в любом это может употребляться. И halb, как прилагательное, просто вот как любое другое прилагательное, тоже в нужном падеже ставится. Все абсолютно без проблем. In einem halben Jahr, то есть через полтора года, werden wir umziehen müssen. Нам нужно будет переехать. Вот так. И тут мы сделаем небольшую паузу в наших грамматических изысканиях и чуть-чуть поговорим о переезде в Германию. Конечно, многие хотят переехать. Ради этого, в общем-то, и учат немецкий язык. Но часто не знают, как. В общем, как выбрать какой-то оптимальный метод для переезда. На самом деле, очень классным вариантом является поступление в немецкий вуз. Там или в немецкие студии, коллег, или на шпаркурсы какие-нибудь. В общем, интеграция в немецкое общество в Германию через обучение. Если вы чувствуете, что вот этот путь, он, в общем-то, для вас, что вы могли бы его рассмотреть, и, может быть, уже вы по нему идете, то у меня для вас очень-очень классная новость. Как вы знаете, я не очень часто беру какую-то рекламу или платную интеграцию на свой канал. Но эти ребята, точнее девушки, эти две девушки, Алина и Ангелина, они действительно смогли меня приятно удивить. У них очень большой опыт как раз от поступления на учебу в Германию, и они основали компанию, которая называется Getaway. И там они вместе с другими экспертами помогают людям поступить на учебу в Германию. И самая главная фишка заключается в том, что они подготовили огромный, подробнейший гайд по поступлению в Германию. Вот так вот выглядит этот, в общем-то, видеогайд. Они мне, естественно, дали к нему доступ, вот этот вот Алина-основатель. И сейчас, чтобы вы просто понимали объем, вот, например, пошаговая инструкция. Переходим сюда, спускаемся вниз, куча всяких разных блоков, то есть подбор вариантов, подготовка сводного документа, сбор документов, то, сё, пятое, десятое. И когда вы на что-то нажимаете, например, вот, регистрация и отправка документов, начать. То есть здесь всегда будет вот подробное такое видеообращение от основателя, который рассказывает все подводные камни, всё самое интересное и нужное по этой теме. Вот, то есть супер сжато, абсолютно без воды, очень всё по делу. Вот, например, здесь почти все видео как раз вот на полчаса или больше. То есть действительно информация, ну, просто информации моря. Всякие там таблицы можно скачать. В общем, реально, чего тут только нет. И вот я вам рассказал, что здесь можно как бы пошагово всё делать. А есть ещё вот, если вернуться на главную страницу и ниже перейти, то целая вот есть база знаний. И если мы сюда переходим, то здесь всё то же самое, в общем, то, что было там пошагово, но уже отсортировано по разным блокам, по темам. Так что если вы на каком-то определённом этапе, и вам уже первые шаги неинтересны, и хочется там конкретно, там, про визу что-нибудь, допустим, поподробнее почитать, то просто вот сюда нажимаете, смотрите видео, читаете и так далее. И это, я хочу вам сказать, просто действительно колоссальная работа. Я как человек, который знает, как долго пишутся и как тяжело, в общем-то, даются видеокурсы, которые сам несколько видеокурсов подготовил. По поводу проделанной работы, которую они сделали, просто действительно респект. Но не буду больше распространяться на эту тему. В общем и целом, всем, кто интересуется поступлением в Германию, всем, кто хочет там учиться, настоятельно рекомендую перейти по всем ссылкам в описании, подписаться на их Инстаграм, подписаться на их Ютуб-канал, связаться с ними, выполнить там все их условия и получить бесплатный доступ к этому видеогайду. Помимо гайда, который доступен бесплатно, компания Getaway предоставляет до конца лета еще и бесплатную консультацию. Ссылка на консультацию также отдельная, будет тоже в описании, поэтому переходите. Вот, собственно говоря, их сайт, вот Ютуб-канал, вот Инстаграм. Очень удобно по QR-кодам, то есть можете просто телефон навести на QR-код и вас перекинет сразу на нужную страницу. Первый QR-код – это сайт, второй – это Ютуб, третий – Инстаграм. В описании, в прикрепленном комментарии, в общем, все ссылки будут, поэтому переходите и наслаждайтесь теми бесплатными материалами, которые они для вас подготовили. Но мы переходим к следующей частой ошибке, и эта ошибка – это употребление слова «весь» в единственном числе, особенно с названиями или, в общем-то, с теми словами, с которыми не используется определенный артикль. Смотрите, в русском языке нету два отдельных слова. Мы всегда можем сказать, допустим, во множественном числе «все города», и тем же самым словом «все», только немножко видоизмененным, мы можем сказать «весь город». Но по-немецки это совсем не так. По-немецки множественное число, вот «все», это «alle», например, «alle deutschen Städte», «все немецкие города». А если мы хотим сказать «весь город», то для слова «весь», вот именно как бы все в единственном числе, обязательно нужно использовать «ганс». То есть это будет «ди гансе штат», «весь город». Более того, как я уже говорил, почему особенно сложно, например, там с названиями стран или городов? Потому что если существительный используется вообще радикально, без артикля, то и вот это вот прилагательное «ганс», оно возьмет и станет несклоняемым прилагательным, то есть он не будет никак меняться. «Ganz Russland», «Ganz Europa», «Ganz Berlin». Именно так будет вся Россия, вся Европа, весь Берлин. Видите, по-русски мы меняем «весь Берлин», «вся Россия». То есть окончание меняется, как у обычного прилагательного, а в немецком языке нет. Вот это «ганс», если оно перед названием страны или города, без окончания всегда используется. Еще несколько примеров. «Er verbringt die ganze Zeit vor dem Computer». Он проводит все время перед компьютером. «Der ganze Sommer war relativ kalt». Все лето было довольно-таки прохладным. «Er hat sein ganzes Geld verloren». «Он потерял все свои деньги». «Er ist durch ganz Amerika gereist». Он пропутешествовал, проездил всю Америку, проехал всю Америку. Вот так. Следующая важная ошибка связана с немецким словом «der Unterricht», урок, который, в общем-то, очень часто используется. Прямо такое слово, которое постоянно употребляется, и, в общем-то, там на уровне А1, его уже, в общем-то, все знают. Но я не знаю, как так. Все как-то пропускают это мимо ушей, что ли. Все забывают постоянно, что это слово Unterricht, оно, в общем-то, в базовом классическом немецком языке является скорее неисчисляемым. Есть, конечно, там всякие диалекты и отклонения от нормы, но, тем не менее, в норме слово Der Unterricht неисчисляемое. Что это значит? Это значит, что его нельзя использовать во множественном числе. И здесь, в качестве аналогии, нам очень здорово пригодится английский язык. В английском это вообще очень такая важная тема, потому что там гораздо больше подобных слов, которые у нас в русском языке запросто можем поставить их в множественное число, а в английском нет, они только в единственном. Вот точно так же и немецкое слово Der Unterricht. Мы по-русски можем легко сказать там два урока, три урока, у меня было много уроков, а по-немецки со словом Unterricht ни в коем случае. Итак, например, он дал мне много хороших советов, это такой классический пример для английского языка. He gave me a lot of good advice. Здесь advice в единственном числе, а у нас по-русски множественное число, и здесь множественное в английском никак не поставишь, потому что advices это будет явная ошибка. И вот по такому же принципу в немецком языке сегодня у нас много уроков. Уроков, множественное число по-русски. Wir haben heute viel Unterricht. Здесь очень-очень важно, чтобы по-немецки было именно единственное число, потому что wir haben heute viele Unterrichte. Это звучит просто дико, никто так в жизни никогда не скажет. Или вот еще там пример, ну, похожий, но, в общем-то, без разницы какой конкретно, все они будут более-менее одинаковыми. У нее регулярно проходят уроки. Sie hat regelmäßig Unterricht. Тоже обязательно единственное число. Но иногда мы попадаем в такую ситуацию, когда просто необходимо посчитать вот количество уроков, там, посчитать, если по-английски язык, количество советов. В общем, как-то именно дать грамматически множественное число. Как это сделать? Если в английском языке, например, в данном случае используется слово pieces, там, he gave me two wonderful pieces of advice, то в немецком языке тоже просто... Почему я сравниваю, да? Потому что логика английского и немецкого во многом, ну, невероятно похожа. И в немецком языке вот этим вот, как бы, множителем слова Unterricht, словечком, которое дает грамматически множественное число, вот этому понятию Unterricht, таким словом является слово Stunde, час. Wir haben heute zwei Stunden Unterricht. Вот именно так немец скажет, у нас сегодня два урока. Так и никак иначе. Поэтому вот это обязательно, пожалуйста, запомните. Ну и последний, пятый пункт на сегодня, пятая частая ошибка заключается в том, что часто очень люди не осознают именно грамматической разницы между can and listen. Я не знаю, как так получилось, но обычно везде в учебниках, когда люди вот эту тему проходят, разница между can и listen, в общем-то все обязательно всегда проходят эту тему и все более-менее знают, что да, где-то мы употребляем can, где-то мы употребляем listen, и в общем-то это не надо путать друг с другом, но почему-то во всех учебниках, по крайней мере, которые я смотрел, делается очень большой акцент на разницы именно в смыслах. То есть, например, говорят, что listen мы используем для теоретического знания, а canon для опытного знания. И действительно так оно и есть. Небольшое количество примеров, на самом деле, есть в немецком языке, где это действительно играет роль, но на самом деле львиное, огромное количество примеров, где разница, она совсем по другому принципу работает. На самом деле разница там не как раз вот по сути, то есть не по значению, а грамматическая разница присутствует между тем, когда мы употребляем can, когда мы употребляем listen. И я для вас подготовил несколько примеров с listen и несколько примеров с can. И мне хотелось бы сейчас просто эти примеры с вами спокойно прочитать, перевести, а потом я поставлю, поставьте как бы видео на паузу, я вас спрошу, как вы думаете, почему вот во всех этих примерах listen, а в этих примерах can, несмотря на то, что эти примеры, я специально старался их сделать такими более-менее похожими друг на друга. Давайте сначала прочитаем примеры с listen. Я знаю, как дойти до полиции отсюда. Ну, вот такое предложение. Я знаю, как дойти до полиции отсюда. Он ничего на эту тему не знает. Я знаю, как дойти до полиции отсюда. Что-то я об этом знаю, но я не эксперт. Weißt du was? А знаешь что? Gehen wir lieber ins kino. Давай лучше в кино пойдем. Sie weiß alles über mich. Она все про меня знает. Ich weiß das. Я это знаю. Теперь примеры со словом kennen. Ich kenne den Weg zur polizei-station. Ich kenne den Weg sehr gut. Я знаю путь в полицейский участок очень хорошо. Видите, на самом деле, по смыслу более-менее то же самое, что мы писали с wissen. Er kennt das Thema überhaupt nicht. Он вообще эту тему не знает. Ich kenne diesen Bereich sehr gut. Я очень хорошо знаю эту область, эту тему, как бы на самом деле еще такой синоним. И немножко к этой конкретной теме не относится, к разнице между kennen и wissen. Но вообще есть такой замечательный совершенно глагол sich aus kennen in das Wetter. Разбираться в чем-то. И вот можно сказать Ich kenne mich gut in diesem Bereich aus. Я хорошо разбираюсь в этой области. Итак, поехали дальше. Ich kenne einen guten neuen Film. Я знаю хороший новый фильм, der vor kurzem erschien ist, который недавно появился. Gehen wir ins kino. Давай пойдем в кино. Sie kennt mich sehr gut. Она меня хорошо знает. Ich kenne Windows sehr gut. Ich habe immer in Windows gearbeitet. Я хорошо знаю систему Windows, но операционную систему. Я всегда в ней работал. Вот такие вот примеры. Какой же мы из этого всего можем сделать вывод? Я думаю, что вы почувствовали уже, что вот здесь вот все предложения, они такие там. Либо это предаточное какое-то, либо это nichts, либо etwas, либо was, либо alles, das. И все время мы какие-то местоимения используем. Предаточное или местоимение, когда оперируем глаголом wissen. А когда мы оперируем глаголом kennen, то тогда у нас просто грамматически, как минимум, все время идут какие-то полноценные, существительные. Ich kenne den Weg. Er kennt das Thema. Ich kenne diesen Bereich. Ich kenne einen guten Film. Sie kennt mich sehr gut. Mich только вот, да, местоимение. Но опять же, это не просто какое-то абстрактное местоимение, а это местоимение, которое связано с удушевленным лицом, да, с человеком в данном случае. И поэтому, какой у нас вывод из всего этого? И что нужно обязательно себе уяснить, чтобы просто уже никогда не делать вот этих ошибок, чтобы всегда в правильном месте оптопить wissen, в правильном месте kenne. Если мы говорим знаю и плюс предаточное какое-то приложение или какое-то абстрактное местоимение, типа это все, ничего, что-то знаю, то тогда всегда будет wissen. И смысл вообще не важен. Всегда, когда у нас вот эта грамматическая история обыгрывается, когда у нас есть предаточное, когда у нас есть вот эти местоимения, всегда будет wissen, и здесь о kenne вообще не надо вспоминать. Но при этом всегда, когда у нас полноценный объект, я знаю, и вот объект полноценный. Или когда у нас какой-то человек, персона, одушевленное местоимение, то тогда, конечно же, будет всегда kenne. И эта грамматическая разница, она очень жестко работает, из нее нет никаких исключений практически, и она применима там, я не знаю, в 99% случаев, кроме вот того одного небольшого процентика, где действительно можно сказать там ich kenne den Weg или ich weiß den Weg и немножко разные оттенки значений. Но это на самом деле никогда не будет ошибкой. Это всегда немножко такое вот уже больше, когда нам нужно углубиться в язык, и там вот какие-то прям нюансы посмотреть тут и там. А вот для того, чтобы просто не ошибаться, нужно четко представлять себе вот это правило, и все. И тогда вы уже не будете ошибаться на эту тему. Перед тем, как мы попрощаемся, позвольте упомянуть мою замечательную, чудесную онлайн-кассу Продамус, с помощью которой самое главное, я могу без проблем принимать платежи из-за рубежа, абсолютно с любой карты любого банка мира. Если вы по моей ссылке подключитесь, то у вас будет на подключение скидка 2000 рублей по промокоду Ерошев. Поэтому, если у вас есть бизнес, если вам нужна онлайн-касса, то всячески рекомендую. Ну что ж, на этом мы с вами заканчиваем. В комментариях к этому видео я очень вас прошу написать несколько примеров с разными вот грамматическими, лексическими особенностями, которые мы сегодня обсуждали, чтобы они закрепились у вас хорошо, и чтобы вы уже больше не делали на эту тему, на эти темы, разные были темы, на эти темы, чтобы вы не делали ошибки. Пожалуйста, очень прошу вас их усвоить. Если вам нравится такой формат, если вы еще хотели, чтобы я вот подобные частые ошибки разбирал и говорил, на что нужно обязательно обратить внимание, чтобы выделяться на общем фоне и не делать тех ошибок, которые делают все, то, пожалуйста, много-много комментариев на эту тему, и я обязательно сниму еще одно видео продолжение этой рубрики. Ну а на этом я прощаюсь. Спасибо всем за внимание, и до скорой встречи. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok